Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, и сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 9 стихи с 11 по 14. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей узкинией, не рукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, 25 марта, воскресный день, когда Церковь вспоминает неделю, сегодняшний день носит название «Неделя Марии Египетской», предлагает нам за воскресным богослужением отрывок из апостольского чтения, из послания апостола Павла к евреям, глава 9, стихи с 11 по 14. Если размышляя, если смотря на этот текст, мы должны подумать о нескольких вещах. Во-первых, автор послания сравнивает Христа и то делание Христа как первосвященника, потому что мы знаем, что в иудейских представлениях о Мессии бытовало мнение, что будущий Мессия, Машех, а если говорить по-гречески, Христос, должен произвести определенное служение. Это служение, конечно же, пророческое. Это служение и первосвященническое. И Христос приносит еще и царское служение. Итак, три вида служения. Царское, пророческое и священническое, то есть первосвященническое. И, соответственно, Он, конечно же, Мессия должен превзойти все те служения, которые существовали до этого. Он выше этого. И Христос действительно отличен как первосвященник от тех первосвященников, которые существовали. Но они были лишь некой тенью и образом того, что должно было произойти с Мессией. И Христос является таким первосвященником. И здесь, в этом отрывке, говорится о тех жертвах, которые приносил первосвященник Ветхого Завета. Поэтому, если мы будем читать этот текст, нам необходимым образом нужно знание Ветхого Завета и тех обычаев и традиций, которые были там установлены. Это книга Левит, это книга Исход, Бытия, Числа. Это пятикнижие Моисея, где говорится об установленных жертвах и о тех обязанностях, которые должен нести первосвященник. Поэтому очень важно знать это и понимать, о чем говорит автор послания. Ведь он проводит параллели. Он проводит параллели того служения первосвященнического, которое существовало в Ветхом Завете, с тем, что сделал Христос. Потому что это служение было прообразом служения Христа. Итак, здесь говорится, что Христос есть первосвященник будущих благ. И Он, пройдя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такого устроения, здесь говорится о скинии небесной, об истинной скинии, которая была образом для скинии земной. И в то же время скиния земная была лишь слабой тенью и отражением скинии небесной. Но в своей сути она отражала именно небеса. И вот Христос пришел, как посланник этой небесной скинии, и Он пришел, чтобы совершить истинное служение. И Он пришел не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Кровь козла и тельца. Здесь приводится пример, вот в этом отрывке, о тех жертвоприношениях, которые были в Ветхозаветном храме. А было несколько жертв, были жертвы за личный грех, и были также жертвы, которые приносил первосвященник. И так как здесь сравнивается Христос и первосвященник, конечно же, делается акцент на этих жертвах. И первосвященник приносил жертву в день очищения, Йом-Кипур. Это по-еврейски день очищения. В этот день было принято, был обычай приносить двух животных. Это был телес, и это был козел. И за первого, за чистого телеса, его убивал первосвященник за свой личный грех. А козел отпущения на него возлагался, на него возлагались руки, и читалась молитва над ним, которая переносила грехи всего народа, грехи всего народа на этого козла. А потом этого козла отпускали в пустыню, возвращая как бы пустыню, это образ смерти, образ ада. И таким образом, возвращая сатане, возвращая дьяволу, все то, что он сделал в людях, то есть возвращая сатане его грех. И таким образом, появилось выражение козел отпущения, которое всем нам известно, но мы не знаем истоки этого выражения. И вот приносились эти жертвы. И пепел телец, и здесь говорится об традиции, об обряде очищения иудея, который осквернился прикосновением к чему-то нечистому. Например, прикосновением к язычнику или к мертвецу. И такой человек должен был принести в жертву рыжую телецу. Об этом подробно вы можете почитать в книге «Числа» в Ветхом Завете, который входит в Тору Моисея, то есть в Пятикнижие Моисея. И вот приносились эти жертвы. Но Христос пришел не с жертвой этих животных, которые лишь покрывали грех, но не очищали. Он пришел со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Он своей жертвой искупил всех от клятвы греха. Мы теперь не под печатью греха, благодаря Христу. И мы имеем возможность освободиться от печати греха. Именно благодаря Христу. Уже не нужны козлы отпущения и не нужно приносить чистое животное за грехи первосвященника, потому что совершена одна истинная и единственная жертва. Произошло одно единственное и истинное очищение кровью одного единственного Агнца. Агнца Христа. И именно так его называет апокалипсис Иоанна Богослова. Мы увидим там Агнца, сидящего на престоле с Богом Отцом, которому совершают поклонения, сидящие вокруг престола старцы, ангелы, мученики, вопиют от престола и требуют отмщения. И все люди поклоняются Богу в Троице славимому. И вот эта истинная единственная жертва была принесена Христом. И если людей освящали, освящала кровь вот этого чистого животного, освящала кровь рыжей телицы, она очищала людей от скверны плотской, от плотского осквернения ритуального. и как бы покрывала грех, но не очищала его. И коль скоро эти жертвы, животных, покрывали человеческий грех, то неужели кровь Христа не покроет и внутренний грех человека? Об этом и говорится в 14 стихе. Только коль ми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, Живому и Истинному. Кровь Христа очищает всех нас. Поэтому так необходимо приступать нам к Таинству Святой Евхаристии, чтобы кровь Христова очищала нас. И стараться делать это с определенной регулярностью. Помни о том, что только в крови Христовой, то есть в Святом Причастии, мы имеем возможность очищения наших грехов и обновления завета и примирения с Богом. Будем стремиться к этому, подражая христианам и исполняя тем самым заповедь Иисуса Христа, который благословил чашу и сказал, пейте от нее все, сияя из кровь Моя Нового Завета, за вас изливаемое во оставление грехов. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова